так давайте смотреть что интересного есть у этой артиллерии но вообще это понимаю да здесь в улучшениях улучшений никаких нету здесь смотреть нечего смотрите какая здесь защищенность броня подвижность незаметность обзор зачем это артиллерия единственно что нас интересует это вооружение да какая здесь точность и что вообще интересного есть давайте вот с этого и начнем так ну дымовые снаряды я вот не фосфорные заходят больше всего есть этот пулемет чтобы убивать десант который сам прибежит в другой стороны может какой-то картон приедет хотя на девятом уровне какой-то совсем картон не может быть с эти картон какой-то прям совсем приедет и ты такой оба и ты не беззащитный но потом например отстрелялся у тебя на перезарядке все а тут еще пулемете к можно пострелять возможно пригодится в общем здесь я так понимаю единственное что интересного можно посмотреть это именно снаряды здесь их два типа собственно миллиметра естественно и в общем что здесь есть здесь есть одни фугасы у которых пробоя 500 урон 1200 снаряд для пробития тонкой брони понятно скорость 300 метров в секунду 014 точность перезарядка 8 секунд так радиус поражения 6 и либо пробиваемость урон то же самое но скорость в два раза выше точность такая же передать скорость перезарядка все короче то же самое да по сути здесь абсолютно два одинаковых снаряда но с разной скоростью полета по идее по идее я наверное возьму как раз эти и тех идей для того чтобы мы могли посмотреть вот наглядно в чем будет разница то есть как бы очевидно эти будут летать быстрее но по идее это как бы должно исказываться на траектории полета снаряда то есть этими хорошо будет закидывать быстро движущиеся какие-то мишени ну или не движущиеся в принципе но они будут быстрее долетать и ты будешь попадать туда когда куда хотел но скорее всего за какие-то минимальные препятствия ты уже там не сможешь закинуть в принципе а вот этими по идее как раз можно будет поэтому давайте как раз и посмотрим чё к чему так для начала на снарядить 013 прям точности 376 по-моему неплохая точности при прицеливании читаю что здесь еще оборудование нету но оборудование тут как бы все вообще по классике максимум скорости прицеливания максимум точности максимум здесь четыре ячейки тем более максимум перезарядочки и того 010 точность 329 время прицеливания неплохо я бы попробовал пока наверное с сабриной есть такое предположение что здесь не особо мне нужно будет оксана руденко хотя посмотрим еще экипаж мертвый а уже параметры довольно таки хорошие так давайте их обним до 3 ловила хотя бы да и вот тут начинает самое интересно хочу ставить к разбросать при стрельбе на ходу тарана скорости поворота что пускай будет вот здесь я смотрю точности хватает пока поставлю первым наверное скорость прицеливания естественно тут наверно скорострельность все поставлено скорострельность пока кстати говоря 68 каждые шесть и восемь секунд с такой точностью это быть как будто обычная пушка то есть реально оба тэшик вот такая примерно попадается частенько точность и вот такая перезарядка но это не оба ты товар а это у артиллерия так а какие мне сразу стоят вот это медленные снаряды 720 так то что это перезарядка очень быстрая так хочу другой попробовать снаряд а вопрос первый можно переключаться на другие типы снарядов или нет также что все плохо но сюда я уже не закидываю вот кстати здесь вот сравните прицел вот на этих снарядах так быстрое переключение боеприпасов есть вот сюда этими я закидываю которыми быстро который быстро летает сразу тебе говорят нет ты не закидываешь есть переключение между боеприпасами очень классная штука то есть в целом можно вообще без проблем комбинировать 684 сушки нормально кидает если клерку и hellfire там еще залетела они все равно захватили офигенно оброшка брошка брошка лови ой как хорошо он стал держи в ангар в ангар следующий а такими смогу сюда закидывать 300 ты блин она вот включаю обычные быстрые все они сюда не закидывают время потерял номер кавка не врывайся за них они так умрут и добить отлично они медленно летят но посмотрите как они закидывают далеко не на каждый артец сможет так залетать в этот плк приехала у 870 гуслей минус плк на красиво совесть за бомбардировочкой так леопард еще прям живой живой давайте его спалим или не спалим так чтобы он не поехал захватывать проехал лови не альфа заходит явно спирта чем больше еще 700 в лицо но там и стоит да держи что за врывы по центру чудеса позволяют нас гуслей и тебе так там справа уже катаются вовсюду а ты еще здесь аэска отлично так начиточки поменялись а к нам приехал болен да и тут двое уйдите сюда родные сейчас вы будете выгребать ребята оставьте оставьте мне его оставьте смотри они прям отчаянные ребята я могу это делать вечно так ладно павелку без меня заберут о здесь весело тоже да пофиг на них сюда зажигалочку ой у вас тут двое еще и так держи же еще туда переехали а я вас и здесь достану на блин сбил да ладно но сбил попал кому-то попал почему не сбил захват так тоже пятнашка ты тут катается уже тучки надо забирать новые мостится мостится чтобы плк сейчас разобрать бесполево никто не чтобы никто не прокидывал сюда чем делать я гуслю потерял нормально можно со своим уже накрыли так добиваем и там меркавка подъехала так хорошо пошел еще один я говорю на этой карте можно накидывать прям нормально залетит не залетела вилка какая-то бешеная какая-то бешеная врывается ой что это колбасит а мне снаряды закончились обычные а я был я в свое там попал да ну почти в тупе по урону тем не менее в общем давайте подводить итоги по поводу арты реально очень точная прям очень точная сводится быстро перезарядка офигительная шесть половиной секунды вот если поставить энергетик и оборудование вот это все и это я еще не прокачал до конца экипаж можно будет время прицеливания еще лучше сделать поэтому на командире я думаю нет смысла заморачиваться вообще на оксане руденко руденко либо ставить сабринку либо вообще александра кортеза потому что он реально дает больше урона по танкам чем обычные командиры это работает это работает и на фугасах по снарядам медленные или быстрые да ну однозначно медленные быстрые они настолько быстрые что ими вообще фиг куда закинешь только если будет прямая вот тогда да тогда они летят очень быстро упреждение минимальное нужно делать и закидываться вроде как классно можно имя закидывать но ими в 90 процентов случаев ты никуда не прокидываешь и поэтому этих толку немного но возить собой я бы наверно возил для того чтобы либо вот когда есть такая возможность покидать на дальней дистанции очень быстро либо когда на тебя кто-то врывается чтобы опять же упреждение большое не делать врубаешь и любой там карто направляется в ангар этими снарядами все-таки ну я думаю я бы даже наверное сочетание сделал бы даже вот такое вот этими снарядами стоит пользоваться естественно в большинстве случаях да они медленнее чем стандартные у остальных фугасов но зато и закидываются намного лучше чем у других дымовые или фосфорные но мне больше нравится фосфорные они тупо полезнее дымовыми ты можешь как помочь союзникам так и наоборот навредить ну если пулеметик есть да я им ни разу не пользовался но возможно им возможно пригодится так что не могу ничего сказать артиллерия называется ну артиллерия неплохая точно но и что такого интересного прям очень я в ней не увидел